Музыка 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 В своих картинах Ярошенко стремился выразить дух времени. Так настоящим символом в эпохе стала картина «Заключевный», представленная на шестой передвижной выставке. Музыка Третьего считал, что заключенный – лучшая вещь Ярошенко. По утверждению же Стасова, заключенный так же нов и необычен в русском искусстве, как Кочегар. Когда глядишь на эту простую, ужасно простую картину, заводишь всевозможные высокие стили и только подумаешь, вот всю секунду согнул перед тобой ключ, повернулась на петлях надежная дверь и ты вошел в один из каменных гробиков, где столько людей проводят иной раз целые месяцы и годы своей жизни. С октября 1877 по январь 1878 года, в период работы Ярошенко над картиной, в Петербурге проходил процесс 193-х. Судили пропагандистов, участников вхождения в народ. Все русское общество было взбудоражено этими народническими процессами. К следствию были привлечены тысячи людей, главным образом – молодежь и студенты. Дело тянулось 4 года. Многие арестованные несколько лет ждали суда в одиночных камерах. Кто-то умер, кто-то сошел с ума. Неудивительно, что в этих условиях картина Ярошенко получила большой резонанс. Заключенный воспринимался многими именно как политический узник режима. Содержание картины раскрывается через внешнюю обстановку, через отношение героев к окружающему. Взгляд зрителя как бы проходит сквозь камеру, прежде чем остановиться на узнике. Зритель видит сырые, мрачные, сарабанные стены, смятая ложа, грубый тюремный стол, всю убогую обстановку одиночной камеры. Резким контрастом выглядит светло-голубое небо в окошке. Золотистыми зайчиками вспыхивают лучи солнца на стене и на щеке узника. Ярошенко написал своего заключенного со спины. Лица мы его почти не видим. Он забрался на маленький тюремный стол. Настали кружка с водой и Евангелия. Кружник смотрит на волю сквозь узкое, заресеченное окно. Фигура его необыкновенно выразительна. В его спокойной, уверенной позе чувствуется человек, умеющий глубоко мыслить, убежденный в своей правоте. Цельный и естественный. Несмотря на обстоятельства, обрекающие его на бездействие, несмотря на неясность судьбы, в нем нет подавленности. Даже в заключении он остается самим собой. Он продолжает жить, думать, верить. Его фигуре, устремленной к свету, ощутима жажда воли, жизнь, действие. Об истории работы над этой картиной известно немного. В 1862 году Ярошенко, курсант 1-го кадетского корпуса в Петербурге, за какие-то повинности был посажен в карцер. Свидетельством тому стал рисунок 15-летнего художника. Очевидно, что в работе над заключенным Ярошенко использовал свои воспоминания и воспоминания современников, бывших заключений. Так, по свидетельству Кропоткина, первым движением моим было стремление подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого низкого отверстия, в двухоршиной толстой стене, на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Только глядя вверх, я мог различать плачок неба. Стасов в статье, посвященной шестой передвижной выставке, писал. Теперь нужно, кроме красок и изящных линий, что-то такое, что поглубже бы хватало, и что проводило бы по душе царапину посильнее прежних. Этим новым требованием удовлетворяет картина Ярошенко заключенный. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ